Встречаю осень сердцем робким Отношения между модернистами начала прошлого века складывались вполне постмодернистки. Фрейдийский внутренний конфликт, любовные треугольники, экзистенциальные кризисы – всё, что обуславливало фрагментарность и предельную субъективность литературы модернизма – всё оказывалось погружённым в пучины хаоса обыденной или артистической жизни, перед которыми одинаково бессильны как художники, так и властители мира. Что отличает поэта от придавленного банальностью обывателя, так это то, что его экзистенция – творческая. Он вступает в игровые отношения с хаосом, творя искусство в жизни и жизнь в искусстве. Спасает ли это его в конечном итоге, можно судить опять же исключительно по текстам, восполняющим чувства до мысли, а мысль оживляющим до страсти и боли. Модернисты ещё верили в человеческую возможность заклясть хаос, в действительное достижение порядка и смысла при игровой форме отношений с реальностью, когда они одинок и одинок. Фастмодернисты, глядя на их печальный опыт, знали, что любой порядок и смысл – лишь фрагмент в огромном коллаже хаоса и случайности. В 1929-м Андрей Белый вполне эклектически восклицал. «Не прикрепляйте меня вы, прикрепители, объяснители, популяризаторы, всецело, к Соловьёву или к Ницше, или кому бы то ни было. Я не отказываюсь от них в том, в чём я учился у них, но сливать мой символизм с какой-нибудь метафизикой – верх глупости. Прикрепите к Соловьёву и наткнётесь на фразу в статье «Воспоминание о Соловьёве» о его малоговорящей метафизике. Прикрепите к Рикерту и наткнётесь на едкую пародию против неокантианцев. «Самое моё мировоззрение – проблема контрапункта диалектики энного рода методических оправ в круге целого, каждая как метод плоскости, как проекции пространства на плоскости, условно защищаема мною и отрицаема там, где она стабилизуема в догмах. Догмата у меня не было, ибо я символист, а не догматик». То есть, учившийся у музыки ритмическим жестом пляски мысли, а не склеротическому пыхтению под бременем несения скрижалей. Если вы пыхтите, когда мыслите, то не переносите пыхтение ваших тяжелодумий на мой символизм, которому девизом всегда служили слова Ницше «Заратустра плясунт», «Заратустра лёгкий, всегда готовый к полёту, готовый и проворный, блаженно-легкоготовый, любящий прыжки и вперёд, и в сторону шопенгауровским пессимизмом, отрезавшийся от обидно ясного оптимизма позитивистских квартирок, стихами Соловьёва пропевший о заре, учившийся афоризму у Ницше, а академическому дебату у гносеологов, сидевший в чаду лабораторий и дравшийся с жёлтой прессою, я ни шопенгаурианец, ни соловьист, ни нитшианец, менее всего ист и анец, пока не усвоен стержень моего мировоззрительного ритма. Бойтесь полемики со мной. Всегда могу укусить со стороны вполне неожиданной, и, укусив, доказать по пунктам гносеологически, что я поступил не вопреки мировоззрению своему, а на основании его данных, ибо мировоззрение моё для вас весьма туманная штука. Оно ни манизм, ни дуализм, не плюрализм, а плюродуаммунизм, то есть пространственная фигура, имеющая одну вершину, многие основания и явно совмещающая в проблеме имманентности антиномию дуализма, но преодолённого в конкретный манизм. Андрей Белый на рубеже двух столетий Прошлом Сентябрьский свеженький денёк, и я, как прежде, одинок. Иду, бреду болотом топким, меня обдует ветерок, встречаю осень сердцем робким. В её сквозистую эмаль гляжу порывом несогретым, застуденея цветом даль, негреющим, бесстрастным светом. Там солнце, блещущий фазан, слетит, пурпурный хвост развеев, взлетит воздушный караван златоголовых облак змеев. Душа полна, она ясна, ты и утишен, и возвышен, предвестием дышит тишина. Всё будто старый окрик слышен, разгульный окрик зимних бурь, и сердцу мнится, что навеки. Над жнивою тогда лазурь опустит облачные веки. Тогда слепые небеса косматым дымом даль задвинут, тогда багрянец древеса вскипая в сумрак бледну кину. Кусты вскипая мне на грудь хаосом листьев изревутся, подъятыми в ночную муть вершинами своими рвутся. Тогда опять тебя люблю, остановлюсь и вспоминаю, тебя опять благословлю, благословлю, за что не знаю. Овееваешь счастьем вновь мою измученную душу, воздушную твою любовь, благословляя, не нарушу. Холодный тёмный вечерок не одинок и одинок. Февраль 1907. Париж. С осени 1911 года Андрей Белый ощущал уже Россию как нечто ему чуждое и вынужден был отправиться за границу без осознания того, что делать дальше. Москва проваливалась под ногами. Он ликвидировал связи с Москвой, а Петербург – это сон, никогда не был близок поэту, вызывая чувство раздвоения не только у его героя, но и, вероятно, у самого автора. Оригинально трещал, отвечая себе самому, Александр Иванович. Вернее, трещало из Александра Ивановича. Петербург имеет три измерения. Четыре. Четвёртое подчинено неизвестности. И на картах не отмечено вовсе, разве что точку, ибо точка есть место касания плоскости этого бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса. Так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена. Так минуту пред тем я был там, в точках, находящихся на подоконнике, «А теперь появился я». «Где?» – хотел воскликнуть Александр Иванович, но воскликнуть не мог, потому что воскликнуло его горло. «Появился я из точки вашей гортани». Андрей Белый. Петербург. С 1907 года критика искажала его творчество, приписывая Андрею Белому что-то вроде «чтобы в листьях туберозы лишь меня лобзали козы» и систематически твердя о нем «труп-труп-труп». Чуждое отношение к России возникало и во многом из-за натянутости отношений с матерью, отвергшей новую любовь поэта – художницу Асю Тургеневу. Некоторое время спустя любовники заключили гражданский брак в Берне. У Аси была идея фикс. Она ненавидела условности и дала клятву не соглашаться на церковный брак. «Всё лицо заливали глаза, обливаясь тёмными под глазами кругами. Такие-то у неё были глаза!» – напишет поэт об одной из своих героинь – Андрею Белый и Серебряный Голубь. Ася ярко переживала средневековью и готику. Но ей был чужд, ренессанс и барокко. Получив от издательства «Мусагет» заверение высылать деньги на революцию жизни, поэт отправился с ней в путешествие по Италии, Тунису, Египту и Палестине, местами повторяя маршрут Владимира Соловьёва. Станция Рачицком Вокзал В огнях буфета старик почтенных лет над жареной котлетой колышет эпалет. С ним дама мило шутит, обдёрнув свой корсаж, кокетливо закрутит изящный сак бояш. А там, сквозь кустик мелкий, бредёт он большаком, мигают злые стрелки зелёненьким глазком. Отбила грудь морозом, а некуда идти, склонись над паровозом на рельсовом пути. Никто ему не вневлет, нигде не сыщет кор. Вон, станция подъемлет огни своих платформ. Выходит из столовой на волю погулять, прильни из мглы свинцовой им в окна продрожать. Дождливая окрестность. Сяки, сяки их мглой, прилипни неизвестность к их окнам ночью злой. Туда, туда далёко уходит полотно, где в ночь сверкнуло око, где пусто и темно. Один стоит у стрелки, свободен переезд, сечёт кустарник мелкий рубин летящих звезд. И он на шпалы прянул к расплавленным огням, железный поезд грянул по хряснувшим костям. Туда, туда далёко уходит полотно. Там в ночь сверкнуло око, там пусто и темно. А всё. В огнях буфета старик почтенных лет над жареной котлетой колышит и палет. А всё. Среди лакеев сигары армянин пуховый пепел свеев глотает гренадин. Дождливая окрестность, сяки, сяки их мглой, прилипни неизвестность к их окнам ночью злой. 1908. Серебряный колодец Странствие по истории и культуре для Андрея Белого было таким же побегом из Москвы, как в своё время для Владимира Соловьёва, хоть и не наедине с неким мульчизарным покровом, как это было у философа, но вдвоём с вполне конкретной возлюбленной Аси. Путешествие было предлогом остаться одним на морском бережку или с вершины горы в одиночестве думать, убирая ландшафты со знания. Андрей Белый между двух революций. Всё, что до этого было пережито в Москве, подавляло, взывало к переоценке ценностей, и Ася стала ему символисту, символом этой переоценки. Вот день отъезда. Мы поехали на вокзал из штатного переулка, где жили Тургеневы с нашими матерями, ближайшими друзьями и родственниками Тургенева. Но на перрон неожиданно явились многие мусагетцы и даже почтенные личности из независимых. Маленький, клокочущий, дружески возбуждённый Гершинзон в барашковой шапочке и Бердяев с пуком красных роз, поднесённых Аси, проводили нас как новобрачных. В последнюю минуту влетевший в вагон Кожебаткин в цилиндре сунул мне громаднейший список работ, которые я должен был выполнить за границей. Поезд пошёл. А мы со смехом читали, какими делами я должен был заниматься в Италии. Планировать, редактировать тексты, писать предисловия и так далее. Дойдя до пункта пятидесятого, я с хохотом бросил список, ведь выходило – вместо Италии и музеев я должен был с первого же дня согнуться над пыльными листами рукописей, составлявших не менее трети всего багажа. Список этот утрачен был мной ещё до Венеции, и вместе с ним утрачен был в душе навсегда мусагет. А впереди ожидали гондоны, Венеция, жаркий и грозный Неаполь, Сицилия, великолепный Тунисский залив, Средиземное море, пирамида Египта и Сфинкс, поглядевшие в глаза тайной жизни и предложившие её разрешить. Свобода странствий или съеденное молью кресла редакторского кабинета. За время жизни моей в Африке моль съела эти кресла. Андрей Белый. Между двух революций. Совесть Я шёл один своим путём. В метель застыл я ледяным комом. И вот в сугробе ледяном Они нашли меня под домом. Им отдал всё, что я принёс. Души расколотой сомненья, Кристаллы дум, алмазы слёз, И жар любви, и песнопенья. И утро жизненного дня, Но стал помехой их досугу, Они так ласково меня Из дома выгнали на вьюгу. Непоправимое моё Воспоминается былое, Воспоминается её Лицо холодное и злое. Прости же, тихий уголок, Где жёг я дни В бесцельном гибне, Над полем стелется дымок, Синеет в далях сумрак зимний. Мою печаль, и пыл, и бред Сложу в пути осиротелом И одинокий, робкий след, Прочерченный на снеге белом. Метель со смехом распылит, Пусть так немодствует их совесть, Хоть снежным криком Ветр твердит Моей глухой судьбины повесть. Покоя не найдут они, Пред ними протекут отныне Мои засыпанные дни В холодной и неживой пустыне. Всё точно плачет и зовёт Слепые души кто-то давний, И бледной стужей просечёт Окно под пляшущие уставы. 1907. Париж На третий день бегства из Москвы Рухнули для меня картины Московского рабства И больше не возвращались. Это было в высоковерхих Штирийских горах, Со снежными венцами, Мимо которых, виясь меж ущелий, Проносил нас экспресс. На какой-то станцийке Я, выскочив из вагона, Закинул голову вверх, Впиваясь глазами в гребнистый зигзаг. В душе вспыхнуло Горы, горы, я вас не знал, Но я вас узнаю. Андрей Белый Между двух революций В Италии цивилизация стала видеться поэту Упадком культуры. Росло осознание кризиса. В противовес ей он романтически выдвигал культуру арабов И некоторое время был весьма увлечен остатками патриархального Арабского быта. В Египте пред ним предстали изображения людей с головами Кошек, птиц, крокодилов, собак, то, что видел в детских Кошмарах, пока болел корью и скарлатины. Мистика повседневности, жизнь выверяла кошмар его Восновидений. Старый арабский Каир не волнует, а пятитысячелетний древний Египет кометой, врезаясь в сознание, в нём оживает как самая жгучая современность и даже как предстоящее будущее. В чём сила, превращающая тысячелетнюю пыль в наше время? Терялся в догадках, почему в стране мумий Европа оказывалась неотличимой от мумий. Вероятно, что мы стоим накануне работ, осуществимых лишь многомиллионными коллективами, подобными тем, которые некогда выбросили в небеса громады сфинксов и пирамид. Но вздрагивало сознание, что мы стоим накануне возведения циклопических контуров, какие взлетали в древнем Египте. Рабы ли мы? Вот что меня волновало в Мемфисе, когда я попирал ногами гранитную статую фараона Рамзеса II, источенную дождями и ветром. Сам фараон живо мне улыбался из своего стеклянного грома и выглядел моложе своего изваяния. В Египте я прозирал новый Египет, развивавший вокруг себя свои повторные формы. Скоро открылось мне, что в бетонных Европы тот же по существу неизменившийся египетский стиль. Египет папирусов – прах, подлинное перевоплощение Египта в технические сооружения электростанций, мостов и т.д. И этот Египет повсюду присутствовал с нами. Он восставал перед нами и образом египетского полисмена в английской каске с поднятой белой палочкой, задержавшего перед нами трамвай, тем же самым египетским стилизованным жестом, который сохранил полубарельеф, выщербленный на мостоба. Этот Египет выскакивал на европейский проспект обелиском. Из парка, посыпанного пирамидным песком, перекочевывали мы на этот самый песок. Пирамиды притягивали. Мы ощупывали рябы и их камни, тая умысел самим, без филахов, скарабкаться на вершины их хотя бы ценой невероятных усилий. Но толпа крючконосых дьяволов в чёрно-синих абассиях и эффектно задрапированных в серые и фиолетовые вуали бросалась за нами, едва пытались мы подняться на первые массивы, брошенные у основания пирамиды. Нас стаскивали обратно. Раз удалось лишь добраться до входа во внутренность пирамиды. Нам показалось, что смотрим мы с вершины трёх-четырёхэтажного дома. Тут же толпа вскричавших филахов грубо нас сволокла. Мы оказались у будки, где мне предложили дать подпись, что управление пирамид не ответственно в нашей гибели. Пришлось покориться. Но когда я увидел толпу человек в тридцать пять, составлявшую наш эскорт при подъёме, я опять взбунтовался и тяжбу с толпой разрешил шейх деревни, дав нам по два проводника, которые должны были тянуть нас за руки при подъёме. Третий должен был подкидывать сзади. Проводники пригласили новых проводников. При нас сверх того оказались сказочник, кофейник, гадальщик. Словом, двадцать человек с гаммом и криком ринулось с нами, когда мы понеслись на гигантских прыжках, осиливать не менее сто восьмидесяти двухсот ступеней, вышиной около полуметра. Это скакание задыхающихся вверх подбрасываемых тел, молящих об остановке, было подобно пытке. Сначала адский голоп пошёл вверх по ребру. Остановка. Мы оказались припёртыми к площадке, на которой едва могли удержаться ноги. Внизу была бездна. Куда бы я свергся, если бы не кольцо из филахов, нас прижимавших спиною, к ребру? Потом тем же адским голопом швыряли нас в кость от ребра. Так достигли половины подъёма и после присели. Асе тут сделалось дурно. Я оказался припёртым к ступени, которой высота была более метра, а широта сиденья не более двадцати сантиметров. В этом месте ужасная иллюзия зрения. Над головой видишь не более трёх-четырёх ступеней. Вниз – то же самое. Ступени загнуты. Пирамида видится повешенной в воздух планетой, не имеющей касания с землёй. Ты вот-вот-вот свергнешься через головы тебя, держащих людей. Головой вниз, вверх – пятами. Мы вдруг ощутили дикий ужас от небывалости своего положения. Это странное физиологическое ощущение, переходящее в моральное чувство вывернутости тебя наизнанку, называют здешние арабы пирамидной болезнью, средство от которой горячий кофе. Пока мы лечились им, проводники, сев под нами на нижних ступенях, готовы были принять нас в объятия, если б мы ринулись вниз. А хотелось не зринуться, несмотря ни на что, потому что всё, что не есть, как вскричало – ужас, яма и петля тебе, человек. Для меня же эта вывернутость наизнанку связалась с поворотным моментом всей жизни, последствия пирамидной болезни, перемена органов восприятия. Жизнь окрасилась новой тональностью, как будто всходил на рябые ступени одним, сошёл же другим. Изменённое отношение к жизни сказалось скоро начатым Петербургом, там передано ощущение стояния перед сфинцем на протяжении всего романа. Андрей Белый. В предсмертном холоде застыло моё лицо, вокруг сжимается уныло теней кольцо. Давно почил душою юной в стране теней. – Рыдайте, сорванные струны души моей! 1908. Безумрудный посёлок. По возвращении в Европу в марте 1876 года Владимир Сергеевич Соловьёв сообщал Ивану Ивановичу Янжуру. Положительных результатов из своего путешествия я, разумеется, никаких извлечь не мог, зато получил много отрицательных впечатлений, как, например, что в Восток есть куча старого мусора и нового гна, что Италия есть пошлейшая страна в свете и тому подобное. Отцу он писал «Больше уж путешествовать не буду, ни на восточные кладбища, ни в западные н не поеду» – цитируется по Алексей Фёдорович Лосев, Владимир Соловьёв и его «Время». Тем не менее, за свою жизнь философ совершил шесть зарубежных поездок и последнюю в марте 1898 года снова в Египет. Поездка его освежила, однако достоверные сведения о том, достигли философ во второй свой приезд на благотворное лоно Дельты Нила Египетской Фиваиды – отсутствуют. Говорят, любое событие неизбежно, хотя бы раз в бесконечной вселенной всё должно сложиться так и сейчас. Эта мысль преследует людей со времён возникновения рационального мышления, как предрассудок древнего иррационального, недоступного осмыслению, потенциально бесконечного космического бытия. Приехав в Египет на три недели, Андрей Белый намеревался достигнуть нильских порогов в Осуане и храмов в Луксоре, но из-за несчастного разгильдяйства секретаря издательства Мусагет Кашибаткина остался без денег и вынужден был провести в раскаляемом день ото дня и овиваемом хамсином Каире пять недель. Явь вмешалась с кошмаром, любовники бредили, шатаясь по набережной Касар-эль-Ним и тщетно пытались бежать из Египта. Воспоминания Декабрь Сугробы на дворе Я помню вас и ваши речи, я помню в снежном серебре стыдливо дрогнувшие плечи. В марсельских белых кружевах вы замечтались у портьеры, кругом на низеньких софах почтительные кавалеры. Лакей разносит пряный чай, играет кто-то на рояле, Но бросили вы невзначай мне взгляд, исполненный печалей. И мягко вытянулись Вся воображенье, вдохновенье, в моих мечтаньях воскреся Невыразимые там лейки. И чистая между нами связь под звуки гайдновских мелодий рождалась, но ваш муж, косясь, свой бакин теребил в проходе, один в потоке снеговом, но реет над душою бедной Воспоминание о том, что пролетело так бесследно. Сентябрь 1908. Петербург. Наконец через Яфу и Одессу на пароходе русского пароходного общества путешественники вернулись в Северную империю. Андрей Белый заметил, что граница между Волынью и Австрией резко чувствуется при отъезде на запад, а по возвращению между Африкой, Азией и Югом России границы не ощущаешь. Без прока они осмотрели Одессу и около суток провели в Киеве, чьи холмы расцветились пёстрыми пятнами крестьянских одежд. Ася сказала. Посмотри-ка, чем это всё отличается от Палестины. Те же краски на людях и даже в ландшафте. На родине поэт впервые стал наблюдать Васи стремление выращивать утончённую фантастику из всякого ощущения бытия. Да и сами его ощущения были не менее фантастичны. А уж кто заглядится на дорогу, так того позовёт та тёмненькая фигурка, что вон стоит там и манит, и манит, и делает тебе издали знак рукой, а ближе ты подойди – обернётся кустом. Супруги вдруг страшно устали от взаимного одурманина. Ощущения были описаны в первом романе Андрея Белого «Серебряный голубь» , часть действия и духовных поисков которого происходило в усадьбе со странным сетевым названием «Боголева». Когда тебе приглядится темноглазая писаная красавица, со сладкими, что твоя наливная малинка губами, с личиком лёгким, поцелуем несмятым, что майский лепесток яблочного цветка, и станет она твоей Любой, не говори, что Люба эта твоя. Пусть не надышишься ты на округлую её перси, на её тонкий, как воск в огне, мягко в объятья истаивающий стан. Пусть ты и не наглядишься на ножку её беленькую с розовыми ноготками. Пусть пальчики рук перецелуешь ты все и опять перецелуешь сначала. Пусть будет всё это и то, как лицо твоё она тебе закроет маленькой ручкой, и сквозь прозрачную кожу увидишь тогда на свету, как красным сиянём в ней разливается её кровь. Пусть будет и то, что не спросишь ты ничего более от малиновой своей любы, кроме ямочек смеха, сладких уст, дыма слетающих с чела волос, да переливчатой в пальчиках крови. Нежна будет ваша любовь и тебе, и ей, и более ничего не попросишь у своей Любы. Если же Люба твоя иная, если когда-то прошёлся на её безбровом лице чёрный оспенный зуб, если волосы её рыжи, груди отвисли, грязные босые ноги и хотя сколько-нибудь выдаётся живот, а она всё же твоя Люба, то, что ты в ней искал и нашёл, есть святая души отчизна, и ей ты, отчизне ты, заглянул вот в глаза. И вот уже не видишь прежней Любы, с тобой беседует твоя душа, и ангел-хранитель над вами снисходит крылатый. Такую Любу не покидай никогда, она насытит твою душу, и ей уже нельзя изменить. В те же часы, как придёт вожделенье и как ты её увидишь, такой, какая она есть, то рябое её лицо и рыжий космик пробудет в тебе не нежность, а жадность. Будет ласка твоя коротка и груба, она насытится вмиг. Тогда она, твоя Люба, сукаризною будет глядеть на тебя, а ты расплачешься, будто ты не мужчина, а баба. И вот только тогда приголубит тебя твоя Люба, и сердце забьётся твоё в тёмном бархате чувства. С первой нежный ты, хоть и властный мужчина, а со второй полно не мужчина ты, но дитя, капризное дитя. Всю-то будешь тянуться жизнь за этой второй, и никто никогда тут тебя не поймёт. Да и не поймёшь ты сам, что вовсе у вас не любовь, а неразгаданная громада тебя подавляющей тайны. Андрей Белый, Серебряный голубь Тексты Андрея Белого, как большинство модернистских и постмодернистских художественных текстов, косвенно прочитывают и описывают собственное языковое становление. Дикой красой звучали его стихи, тьму, непонятным заклинающие заклятием, в напоре бурь, битв, восторгам, говорит он о стихах героя Серебряного голубя. На деле же говорит о себе и своих поэтических опытах. Исковывая эти бури, битвы, восторги, он насильно обламывал их ухорством и далее побеждал ложное, но неизбежно отламываемое ухорство бизантийством и запахом мускуса. Но, о, о, запах крови дымился над запахом мускуса. И этот путь для него был России путем, России, в которой великое началось преображение мира или мира погибель. И Дарьяльский. Но здесь, сознавая, что дела нет ему ни до какого вымышленного Дарьяльского, а есть дело только до самого себя и опосредованного о себе повествования, восклицает «Ну, черт с ним, с Дарьяльским! Да пропади, пропадам он!» Он уже вот перед нами. Не дивитесь его поступкам. Их понять до конца ведь нельзя, все равно. Ну, и черт с ним. Надвигаются страсти. Будем описывать их, не его. Вы слышите, что уже где-то гренит кром. Андрей Белый, Серебряный Город. Самосознание. Мне снились и море, и горы, мне снились. Далекие хоры созвездий кружились в волне мировой. Порой метеоры из высей катились беззвучно, развеявши пурпурный хвост надо мной. Проснулся и те же, и горы, и море, и долгие, долгие взоры бросаю вокруг. Все тоже. Да кучно внимаю, как плачется бездна, Старинная бездна лазури И огненный солнечный круг. Мои многолетние боли, да коли, Через жизни, миры, мироздания За мной пробегаете вы, Над мирных твореньев, паденьев, Течет бытие. Но, о Боже, сознанье все строже, все тоже, все тоже сознанье мое. Февраль 1914 Базель В автобиографическом документе «Прощание с Серебряным веком» Борис Леонидович Пастернак, переводчик Гамлета, Шекспира и Фауста Гёте писал, «Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхождение переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок. Мы перестаем узнавать действительность, она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. Помимо этого состояния, все на свете названо, не названо иного, только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство. Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении» Борис Пастернак, Охранная грамота. Страсти, разыгрываемые в романе, признание любви в стихотворении, блеск ума в афоризме – все это и многое другое, чем автор оснащает свои тексты, рассказывает историю своего рождения, даже если это смесь свинописи с иконописью. Когда б вы знали, из какого ссора «Что такое это у вас? Кто вам дал?» «Баронесса Р.Р.» «Ну, конечно. А что такое?» «Анри Безансон» «Вы хотите сказать «Ан» и «Безант»? Человек и его тела? Что за чушь? А прочли ли вы манифест Карла Маркса?» Андрей Белый, Петербург Тела На нас тела, как клочья песни спетой, в небытие свисает где-то мертвенной планетой все существо мое. В слепых очах, в глухорожденном слухе кричат тела, беспламенные каменные духи, беспламенная мгла? Зачем простер на тверде оледелой свои огни разбитый дух в разорванное тело, в бессмысленные дни? Зачем, за что, в гнетущей грозной гари, в растущий гром, мы, мертвенные, мертвенные твари, безжертвенно бредём? С какой-то минуты я понял. Давящая меня материальность нематериальна. Прочная почва наших квартир непрочна. И это открылось с потрясающей просто реальностью. Я не видел в те годы социально-экономических условий, ведущих к неравновесию. Моя грамотность – естественно научная, философская, литературная – обогащалась ценою социальной неграмотности, опять-таки поданной бытом, в котором было много высказываний либеральных и политических. Но лозунги научной социологии не доходили. Андрей Белый. На рубеже двух столетий. В 1908 году с поэтом сблизилась Анна Рудольфовна Минцева. Минслава – большеголовая, грузнонелепая оккультистка в платье чёрным мешком. Литературная остроумница – она была вхожа в самые разные круги Москвы и Петербурга. Её считали своей у Танеева в кругу вольнодумцев восьмидесятых годов, у Тимирязева, Бальмонта, Собашниковых, Вячеслава Иванова. «Вы избранный!» – сообщила ему Минслава и потрясла его руку. «Руки! Руки мои! Вы почувствуете! Вы слышите? Что? Как струится от рук!» Не стану описывать печального продолжения наших с ней отношений. Скажу. Тайно, являясь ко мне раскрывать свои мифы, ходила и к ряду других, как впоследствии оказалось знакомых, и, нащупавши точку доверия, старалась каждому сделаться необходимой. По-своему. После, уже сведя каждого с каждым, поставила каждого она перед фактом. Она опирается на ряд людей, доверяющих её мифу о братстве, при общении которому даёт силу каждому обновить свою жизнь. Пока она говорила туманно, под формую сказок, её слушали так же, как слушают песенные легенды. Когда же был поднят вопрос о том, кто уполномочил её создавать свою группу, она стала косноязычна, ссылаясь на то, что её руководители скоро появятся среди нас. Они да и объяснят. Её же задача – нас подготовить к этой встрече. Она требует лишь доверия к себе как к личности. С недоумением некоторые из очарованных ею ждали. Но раздавался и ропот на то, что она ввела в свои сказки не сказки, а тенденцию связи через себя нас с какими-то закулисными иксами. Чаще, излепетая её песен, выглядывал бред. Выяснялась картина душевной болезни. Никто ей не верил уже текстуально, но интриговала разгадка. Бред ли в ней до конца заявление, что она состоит ученицей каких-то таинственных магов, или попалась она в чьи-то цепкие лапы. Наконец, я и Меттнер решили прервать с ней сношение. Такое решение пережила она как удар. Андрей Белый Между двух революций Демон Из снежных тающих смерчей Средь серых каменных строений В туманный сумрак блеск свечей Мой безымянный брат, мой гений, Сходил во сне и наяву, Колеблемый ночными мглами. Он грустно осенял главу Нетихострунными крылами. Возникнувши над бегом дней, Извечный будил сомненья, Он зыбкою игрой теней, Улыбкою разуверенья. Бывало, под невольный злу Незримые будил рыданья, Гонимые в глухую мглу Невыразимые страданья. Бродя, бывало, в полусне, В тумане городском меж зданий, Я видел смукою камне И вопротянутые длани, Мрачнеющие тени вежд, Безвластные души порывы, Атласные клоки одежд Их веющие ночь извивы. С годами в сумрак отошло, Как вдохновенье, как безумье, Безрогое его чело И строгое его раздумье. Март 1908. Москва. К началу 1910 года Мюнслова пропала. Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Крыму Ее больше никто не видел. Хотя знали сотни людей, А десятки считали своей. Белый резонно полагал, Что она где-нибудь в Норвегии Бросилась в море. В последнюю свою встречу с Мюнсловой Поэту досталось Ее кольцо. «К вам явится человек И произнесет фразу из Евангелия», Сказала она. «Вы покажете ему кольцо И ответите другой фразой. После этого Он откроет вам Великую тайну. Придя в себя после длительного путешествия, Андрей Белый с Асей Тургеневой отправились в Берлин. Там они посетили лекцию мистика и антропософа Рудольфа Штейнера, который начал выступление фразой из Евангелия, переданной поэту злосчастной оккультисткой. После лекции, увидев кольцо Мюнсловой, Штейнер, несомненно, его узнал. Так Минслова привела Белого к немецкому мистику. «Забавное совпадение», – говорит герой американского фильма «Трасса 60». «Если верить в совпадение», – отвечает волшебник О. Ж. Грант, – «предпочитаю неизбежность. Любое событие неизбежно, иначе его бы не случилось». Уже при первой беседе Штейнер ошеломил Белого, открыв ему его сокровенную сущность. Мой друг, уж год таскается за мной повсюду марбургский философ. Мой ум он топит в мгле ночной метафизических вопросов. Когда над восковым челом волоска штановая грива волнуется под ветерком, взъерошивши её и грива, на робкий роковой вопрос ответствует философ этот, почёсывая бледный нос, что истина, что правда – метод. Средь молодых весенних чащ, омытый предвечерним светом, он, кутаясь в свой чёрный плащ, шагает тёмным силуэтом. Тряхнёт плащом, как нетопыль, взмахнувший чёрными крылами, Новодевичий монастырь блистает ясными крестами. Здесь мы встречаемся, сидим на лавочке, вперивши взоры, в поле и зазеленевший дым глядим на воробьёвы горы. «Жизнь!» – шепчет он, остановясь средь зеленеющих могилах, метафизическая связь трансцендентальных предпосылок. Рассеется она, как дым, она не жизнь, а тень суждень, и клонится лицом своим в лиловые кусты сирени. Предвзором неживым меня охватывает трепет жуткий, и бьются на венках звеня фарфоровые незабудки. Как будто из зелёных трав покойники, восстав крестами, кресты, как руки, ввысь подъяв, моргают жёлтыми очами. 1908. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова